Методы у них иногда рисковаты. Продолжая игнорировать долги, можно получить приглашение в суд. Шанс договориться о досудебном смягчении санкций упущен. Далее, эти судебные приставы вынесут постановление о возбуждении исполнительного производства и наложат аресты на все ваше имущество и счета. Что будет, если не платить кредиты? Неплатежи по кредиту – это как пропустить завтрак. Сначала кажется, что выживешь, а потом прямо в середине дня желудок начинает петь оперу голода. Так и здесь. Последствия могут прийти не сразу, но они точно не заставят себя ждать. Давайте покопаем глубже. Проценты и штрафы – вечные спутники. Вам будут начисляться проценты на просроченную сумму и штрафы за несвоевременное гашение кредита. Это может значительно увеличить вашу общую задолженность. Регулярные напоминания от кредиторов – нет, они не бросят вас в беде и обязательно позвонят и напишут вам или вашим родственникам. Проверить, все ли у вас в порядке. Ну и напомните задолженность, разумеется. Коллекторы – они станут вашими новыми друзьями. Если у банка не получится вернуть вас в график платежей, то они могут передать дело коллекторам, а они, как старшие товарищи, будут подталкивать вас вернуть долг. Но методы у них иногда рисковаты. Ну пожалуйста, умоляю! В описании к этому видео вы можете бесплатно скачать гайд «5 правил общения с коллекторами и что запрещено коллекторам по новому закону». Далее суд. Не самый приятный исход. Продолжая игнорировать долги, можно получить приглашение в суд. И тогда уже в решении будет с точностью до копейки зафиксирована сумма вашего долга, процентов, штрафов, пений, неустойк, потому что шанс договориться о досудебном смягчении санкций упущен. Итак, долг просужен, исполнительный лист получен, и судебные приставы ждут своего часа. Далее эти судебные приставы вынесут постановление о возбуждении исполнительного производства и наложат аресты на все ваше имущество и счета. Будут удерживать деньги из ваших доходов. А теперь давайте попробуем разгрести это дело. Может, вариант игнорирования? Рефинансирование или переговоры с банком? Пробовали? Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Главное, не паниковать и действовать разумно. Эксперты и юристы, как волшебники, могут помочь разрешить проблему с долгами. В любой непонятной ситуации не стесняйтесь обращаться к тем, кто в ней разбирается. Оставляйте заявку в описании к этому видео, и мы предложим вам наилучший вариант решения проблем с кредитами. Даже если вы их еще платите.